Итак, в этом видео очень важная информация для тех, кто хочет приобрести автомобиль Lada Vesta, в особенности с двигателем 1.8. Наконец-то свершилось, спустя 4 года производства. Автоваз модернизировал 1.8 литровый двигатель, который устанавливается на популярную Vesta и X-Ray. Кстати, если Vesta еще заходит, то после того, как я пощупал в автосалоне X-Ray, не понимаю, кому она вообще нравится. Если ошибаюсь, напишите свое мнение в комментариях под видео. А теперь подробнее. Автоваз провел модернизацию головки блока цилиндров на 1.8 литровом атмосферном двигателе ВАЗ-21179, мощность которого составляет всего 122 лошадиные силы. Это, конечно, очень мало по сравнению с конкурентами, но для Автоваз и это прогресс. Новые экземпляры моторов сегодня выпускают уже в модернизированном виде. Кроме того, Автоваз разослал всем дилерам электронное письмо, которое, конечно же, попало в спам, в котором предписали заменить находящиеся на складах ГБЦ на доработанные. При этом детали прошлой версии были изъяты для утилизации до 26 октября текущего года. Кто еще не знает, почему и зачем все это необходимо было сделать, объясняю. Движки 1.8 практически с первых тысяч пробега начинают потреблять масло. От 1 до 4 литров на 10 тысяч пробега. У всех по-разному. Но такого потребления масла быть не должно. Даже на примере моего джили могу сказать, что от ТО до ТО у меня это 10 тысяч километров пробега. И ни грамма масла мне не приходится доливать. В общем, по модернизациям. Также у новой головки блока цилиндров появились другие направляющие втулки клапанов. Точнее, изменения касаются деталей с номерами, которые вы видите сейчас у себя на экране. Будем надеяться, что новая конструкция головки блока цилиндров направлена на устранение этого недостатка и лишит этой серьезной проблемы новые автомобили. Выпуск этого агрегата начался еще в феврале 2016 года. Его ресурс, по заявлению производителя, составляет 220 тысяч километров. Это как бы не очень много, хотя по современным меркам возможно и немало. В общем, если планируете приобрести Lada Vesta или X-Race двигателем 1.8, то покупайте автомобили производства второй половины 2020 года. Напишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Очень интересно будет прочитать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова